всем привет мои дорогие друзья я рада вас видеть на моем канале алиса black сегодня будет небольшой обзор моих любимых ароматов от екатерины сиорди это авторская парфюмерия где-то год назад я снимала отдельный обзор на все абсолютно ароматы екатерины которые у нее на данный момент были представлены в продаже можно было тогда на сайте купить вот такую вот красивую коробочку где вот такие маленькие пробирочки подписанные с названием красиво это все каждого аромата и если вкратце то я тогда вынесла такой вердикт что это больше парфюмерия для продвинутых пользователей для людей которые погружены в мир и рассматривают парфюмерию как искусство потому что у екатерины очень много таких вот прям образных ароматов которые прям сразу тебя переносят в какую-то эпоху какое-то событие для себя найдет однозначно что-то интересное уже избалованный искушенный пользователя парфюмерии потому что там есть ароматы которые вас действительно удивят но я наверное еще не такой польза пользователь и поэтому мне больше понравились ароматы понятные нежные аккуратные и у меня теперь появились вот такие малыши посмотрите тоже это очень очень красиво все оформлено немножко другая коробочка есть вот такой формат на сайте екатерины вы можете купить по три с половиной по миллилитра такие очаровательные флакончики у меня 5 ароматов но здесь четыре моих самых любимых аромата один екатерина мне подарила как свою новинку к сожалению он не смог завоевать мое сердце возможно эту новиночку и кому-то передарю но вот эти четыре аромата сегодня о них более подробно единственное сразу хочется наверное сказать по поводу стойкости к сожалению эти ароматы вот именно эти о которых сегодня будет речь они на моей коже держатся ну максимум 3-4 часа то есть вот недавно мы были в ботаническом саду с семьей и один аромат вот ну просто обязан был там быть вместе со мной и я его за эту прогулку обновляла раза наверное три возможно кому-то повезет больше и на чей-то кожи они будут держаться дольше потому что на ватных дисках когда их тестировала год назад они держались ну просто неделями я правда не наносила их на одежду мне нравится именно как они звучат на коже и еще ароматы екатерины по-разному звучат на ткани или на бумаге и на коже то есть это вот прям небо и земля поэтому я и ношу только только на коже ну что ж начнем наверное самого такого образного прекраснейшего аромата я о нем уже неоднократно говорила и возможно кого-то заинтересовало этим ароматом это аромат в котором передана нота холодного камня каменной глыбы омываемой водой это аромат который называется рейн ветер древнего крита и еще и катерина был очень похожи на этот аромат парфюм который назывался кристаллы будда но к сожалению вообще изначально его хотела но к сожалению кристаллы будда когда я списывалась екатерина и сказала что этот аромат они вроде бы как убрали если ничего не путана общем его не было поэтому я заказала ветер древнего крита но они очень сильно похожи и различие только в том что вот здесь есть но то для меня паяльника но это приятная для меня но то потому что сразу меня переносит детстве вспоминаю свою папу который постоянно вечерами что-то возился железками что-то ремонтировал выдумывал и часто паял и вот этот запах вот этой смолы когда паяльник вот знаете втыкают и езда как это объяснить касаются этой смолы вот этот вот запах который на кухне из моего детства очаровательная нота она здесь держится ну наверное несколько первых минут а потом аромат очень на мой нос становится похожим на кристаллы будды и это такая вот действительно глыба старинная холодная глыба которая много всего повидала и которая омывается водой я когда увидела картинку по моему это властелин колец и вообще не фанат властелина колец мне больше хоббит нравится но в общем по моему эта картинка именно из властелина кольца и она для меня вот отражение этого аромата если я когда-нибудь вернусь в питер а я очень хочу посетить снова петергоф то это будет однозначно аромат для исторических таких мест ну что ж аромат номер два это вот аромат ботанического сада для меня этого яркого солнечного дня этих кустов сирени но тем не менее парфюм называется он потечели это один из самых таких классных ароматов которые я выделила в том обзоре и наверное я тогда ему по моему дала даже первое место я хочу сказать что почему-то у меня отличается аромат от той пробирочки потому что тот аромат в пробирочке у меня был именно такая знаете припудренная попка младенца аромат ухода и чего-то такого нежного юного такой маленьких купидончик голенький который с розовой попочка вы так я вот это описывала и когда я получила этот аромат я сначала подумала ну может он там с дороги как-то чудит но нет вот сейчас я ему же прям хорошо пользу половину я истратила и сейчас я могу сказать что я не слышу очень 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 много одуванчик а вот этих вот желтых целая поляна одуванчиков и этот купидончик он просто где-то в этой поляне спрятался затерялся в этом обилие желтых одуванчиков аромат тем не менее абсолютно очаровательный природный нежный красивый мне он очень нравится к сожалению я не смогла его туда сфотографировать я его с собой носила сумочки все хотела как-то его там пристроить на каком-то красивом камушке среди полевых цветов сфотографировать но было очень яркое солнце резкие тени и очень много людей я не могла там останавливаться потому что сзади меня шла толпа и к сожалению не смогла красиво достойно сфотографировать вот этот прекраснейший аромат что же следующий аромат вернее даже два аромата они на мой нос так скажем более простые более понятные и даже наверное чуть-чуть десертные такой с оттенками гурманики первый аромат это априкат сол это парфюм для любителей вот этой горькой абрикосовой косточки и я бы даже сказала если вам нравится запах абрикосового скраба или скрабы с абрикосовыми косточками здесь тоже что-то есть когда наносишь парфюме кстати сегодня полдня его носила но вот его хватило на три часа повторюсь к сожалению его когда только наносишь он сначала и сочный такой то есть фруктовая сочная нота идет и вот сразу такая вот яркая горчинка абрикосовых косточек а дальше он уходит в кремовую тему в уходовую тему поэтому здесь вот два так скажем лица уход и абрикосовая тема абрикосовой косточки вот больше ничего на и добавить не могу аромат очень позитивный очень такой приятный даже расслабляющий но вот если такое любите присмотритесь и последний мой любимчик его я тоже очень хвалила тогда своем отдельном обзоре это дом росы и это парфюм нежнейших лепестков засахаренных лепестков которыми украсили какой-то воздушный даже может быть лимонный десерт то есть такого светло лимонного оттенка какой-то пудинг и вот его сверху вот этими лепесточками обложили то есть вот он не пахнет так он для меня особо не меняется он очень нежный он юный то есть этот парфюм вполне подойдет очень молоденькой девушки такой нежной чувственной ощущение что он сейчас вот раз вот и растает в ваших руках прекрасная работа одна из самых тоже считаю красивых работ на мой субъективный нос у екатерины и последний аромат о котором пойдет речь это новинка которая была на тот момент наверное сейчас же у екатерины какие-то новые ароматы вышли просто эта посылочка она ко мне пришла еще весной и поэтому ароматы долго у меня стояли и отстаивались я неоднократно уже ими пользовалась разную погоду поэтому наверное даже и хорошо что это поздно сняла этот обзор он более такой скажем окончательный вердикта озвучиваю озвучиваю в этом видео к сожалению королева эльфов не стала моим любимчиком я не смогла проникнуться к этому аромату и возможно у него большая пирамида как у многих ароматов екатерины и здесь у меня получилось что я вообще не слышу каких-то отдельных но то есть я слышу просто какой-то общий фоновый запах женского аромата женского парфюма то есть парфюм вроде бы свежий и летящий и воздушный немножко обновлю свои эмоции наверное цветы наверное какая-то еще и зелень вот есть какая-то здесь кусачья как будто бы нотка немножко ядовитая для меня но все равно это все в какой-то вот большой такой кучи где трудно что-то вычленить наверное поэтому я не смогла проникнуться к этому парфюме кстати его сегодня даже на дочке тестировала и тоже как-то не смогла из со стороны уловить что-то отдельное поэтому этот аромат моим любимчиком не стал на этом все мои дорогие я хочу напомнить что екатерина для моих дорогих зрителей предоставила промокод который дает подарочек заказу если что-то вам приглянулось если решите что-то заказать попробовать то промокод я оставлю в инфобоксике также буду рада если напишите о своих впечатлениях потому что на аромат екатерины не так много отзывов и каждый отзыв ценен поэтому я буду очень рада если вы что-то напишите об ароматах которые возможно вы пробовали буду очень вам признательна спасибо огромное за внимание всем кто поставил пальчик вверх кто не промотал послушал до конца с вами была карина увидимся следующих видео